приветствую вас уважаемые друзья коллеги по хобби сегодня хочу поделиться с вами моим любимым рецептом рецептом картофельной колбасы да некоторые скажут что у меня уже была картофельная колбаса на канале но то был первый рецепт а это рецепт номер два и приготовлена она будет немножко по-другому здесь я буду использовать только свиной фарш и свиной шпик как видите шпик у меня будет нарезан полосочками примерно такие вот полосочки шпика также здесь буду использовать побольше чеснока головка чеснока репчатый лук две штуки и большие луковицы килограмм картошки фарша у меня 700 грамм и шпика где-то 250 грамм то есть на килограмм картошки где-то килограмм будет свинины и самый большой как бы секрет этого блюда картофель будет не на мелкой терке натерт а на крупной сейчас все быстренько подготовлю и начнем перекручивать лук картофель чеснок это все я буду смешивать вместе а после этого мы совместим перекрученный перетертый картофель с фаршем и самое главное что нам понадобится это свиные чрева незаменимая помощница в нашем деле такая вот отличная мясорубка зерна очень нам нравится уже используемые более года ни разу не подвела отличная вещь и вот использовать будут для терки картошки как видите такую вот среднюю терку очень хорошая производительность в мясорубке сейчас все это быстро перекручиваем перемешиваем добавляем лук и чеснок одновременно когда трем картофель так вот получилось натертая картошка очень вкусный приятный аромат лука и чеснока идет от нее сейчас немножко подождем пару минут чтоб картошка пустила сок и его сольем и потом перемешаем с фаршем и со свиным шпиком картошка отстоялась сок слили решили немножко сделать помельче кубики шпика сделали вот такие вот кубики чтобы лучше проходила через насадку и сейчас добавили приправ по вкусу на приправы можете добавлять какие вам нравится в принципе какие у вас предпочтения и будем перемешивать с картошкой сейчас это все равномерно перемешаем подготовили на насадку кишку и будем нашпиговывать наши колбаски друзья все подготовили фарш перемешали и теперь начинаем равномерно крутить и фасовать колбаски и вот и Субтитры создавал DimaTorzok 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 На 45 минут И начинаем готовить Прошло 45 минут Такой вот аппетитный красивый цвет появился на колбасках Но я думаю сейчас поставить температуру 160 градусов И еще минут 20-25 Пусть они постоят в духовке Прошло 25 минут Теперь я, друзья, поставил 200 градусов И 5 минут еще подержу в духовке После этого отключаю духовку Минут 5 подержу в выключенной духовке Чтобы оно немножко все подстыло И будем доставать Очень аппетитно все получилось Рекомендую, друзья, если вы не пробовали Попробовать приготовить Блюдо на самом деле очень шикарное Я считаю, что картофельная колбаса Это одно из самых вкусных блюд Из картошки Сейчас разрежем Так вот все получилось Очень вкусная, сочная, ароматная колбаса Видите, приготовилась аж разваливается Поэтому рекомендую Приготовите И никогда об этом не пожалеете На этом, друзья, буду заканчивать Всех благ вам Вашим семьям Оставайтесь на канале До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok